Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию к Скориму под названием The Forgotten City, или иначе говоря, Забвенный город, и я предлагаю сейчас поговорить с тем мужиком, которого мы встретили около портала, около того самого портала, который нас, соответственно, телепортировал вот в это самое место. Вроде как с этим мужчиной мы уже разговаривали, но на тот момент он ничего путного нашему персонажу не сообщил, но все-таки надо с ним пообщаться, я так думаю, ну почему бы нет, особенно если учитывать тот простой факт, что все другие персонажи в этом месте какие-то не особо разговорчивые, мягко говоря. Привет. Не подумай, я не преследовал тебя. Расскажи себе, о чем о себе? А, ты хочешь что-нибудь узнать обо мне? Я прошу прощения, но моя память не так хороша. Мои воспоминания отрывочны. Я приехал сюда с моим братом Горубалом, он присматривал за мной и обещал, что так будет всегда, но пусть он умер. Теперь за мной никто не присматривает. У меня довольно плохая память, бывает, что я забываюсь, поэтому я нуждаюсь в помощи. Мне нужно, чтобы кто-нибудь помог мне найти сокровище Горубала. Что именно ты ищешь? Ну, прежде чем умереть, мой брат сказал, что оставил мне кое-что очень ценное в тайном сундуке. Он спрятал его только для меня. Я просил помощи у остальных, но мне никто не помогает. Ярл написал мне письмо, но я плохо разбираюсь в словах. Вот. Ты бы мог мне его прочесть? Скажи, что там написано? Да, хороший мой. Давай прочитаем. Вот. Ты бы мог его прочесть. Что там написано? Я прочитал твое письмо. Вернуть ему письмо? Прочитал? Ох, спасибо. Что там написано? Ярл пишет, что твоих сокровищ не существует и хочет, чтобы ты прекратил их искать. Я что? Не существует? Нет, этого не может быть. Мой брат сказал мне. Он сказал мне, что оставил мне сокровища. Он не мог мне соврать. Зачем бы ему мне врать? Ты поможешь мне? Поможешь найти их? Пожалуйста. Я верю тебе. И я помогу их тебе найти. Спасибо. Все, что я знаю, они спрятаны где-то в городе. И чтобы достать их, необходим этот ржавый ключ, который дал мне брат. Твой брат говорил тебе, где они спрятаны? Я... Я не знаю. Прости. У меня не настолько хорошая память, но он сказал, что спрятал их под землей, и что я должен задержать дыхание. Это все, что я помню. Так. Задержать дыхание. Значит, эти сокровища должны быть спрятаны под водой. Значит, нужно найти место, где здесь можно нырнуть. И куда нужно нырнуть. Это как бы по логике получается. Нужно, значит, найти дверь. Теория. Так. Кажется, я нашел дверь. Наверное, здесь, да? Сохранимся. Затонувший дом. Пещера. Замечательно. Вот мы с вами использовали тот самый ключ, который нужно было использовать, да, получается. Ну, так вообще прекрасно. Вопрос в том, хватит ли нашему персонажу дыхания, чтобы доплыть туда, куда надо. Хороший вопрос. Хватит. Отлично. Так, давайте-ка мы с вами сохранимся. На всякий случай. Хоть тут место странное достаточно получается, да? Опа. Здрасте. Стоять. Что ты здесь делаешь? Я ищу сокровища. Запертый сундук. Да, он у нас есть, но мы не смогли его открыть. Почему бы тебе не присоединиться к нашему ужину? Сперва ответь на мои вопросы. Хорошо, но поспеши, нам хочется есть. Так. Что это за место? Мы точно не знаем. Одинокая башня мирно лежит в забытом кармане земли. Ты не находишь это странным? Что вы здесь делаете? Мы исследователи, прямо как ты. Мы исследовали дно великой шахты, где нашли эту пещеру. Но как только мы нашли ее, земля сотряснулась и шахта позади нас оказалась завалена. Теперь это наш дом. Мы рады видеть кого-то во плоти. Что ты можешь рассказать мне об этом сундуке? Мы нашли его глубоко под водой. Но нам не удалось его открыть. Так что мы перенесли его сюда. Он до сих пор лежит в закрытом... В озерновке... Так. Какие еще мы? Мои сестры и я. Не волнуйся, мы все составим тебе компанию. И как долго вы тут уже... Этот особенно любопытный. Мы тут уже несколько лет выживаем, питаясь рыбой и этими чудесными грибами и всем прочим, что тут можно раздобыть. У меня больше нет вопросов. Хорошо, хорошо. Этот задает слишком много вопросов, а теперь дай нам поесть. Хорошо, иди. Отлично, следуй за мной. Нормально так вообще. Так, факел. Обед? Как-то так. Так, спокуха. Интересно, откуда у них две мерзкие доспехи. Ключ от одинокой башни. Ключ, в принципе, это уже очень даже интересно получается. И кажется, я кого-то здесь еще слышал, да? Он хочет пробраться в наше логово. Быстрее, давайте съедим его. Какие-то жесткие ребята тут. Спокуха. Золото. А нам вообще в эту сторону дойти или куда? Ну-ка. Кто-то издеваешься, что ли, да? Блин. Ну, хватит уже. От мышки здесь ломается просто со скоростью света. Ладно, по крайней мере, мы знаем, в каком направлении нам надо двигаться. И это уже просто очень-очень круто. Да, уж так ощущение, как будто... Действительно, все отмычки сделаны из дерева. На удивление. Так, аккуратно. Да вы что, издеваетесь, что ли? Так, открыли жить уже, можно сказать. Сундук какой-то жесткий совершенно получается. Ну-ка, ну-ка. Ой. Просто ужаснейший сундук. Блин. Мне это начинает уже злить потихоньку. Вот я серьезно говорю. Просто вот начинаю выходить из себя уже. Из-за этих вот отмычек, которые постоянно ломаются. У меня просто слов нет. Изумруд, свиток, ртутные руды. В общем, одна ерунда. Полнейшая получается, да? Так, а не сюда ли нам надо? Ух ты. Так. Комод. Сундук Горубала. Ключ от цитадели. Письмо Горубала к Дулию. Вот это тут уже очень даже интересно, я бы сказал. Дорогой Дулий. Если ты читаешь это, или у тебя есть доверенный человек, который читает это тебе, значит, я уже мертв. Мне жаль, но больше я не смогу за тобой присматривать. Мне нужно, чтобы ты хорошенько кое-что запомнил. Ярлу Метелосу нельзя доверять. Как только я допишу это письмо, то поставлю Ярлу вопрос ребром и узнаю, что он делает в своей запертой комнате в цитадели. Если я не вернусь, то, скорее всего, он меня убил. С этой запиской ты найдешь ключ от запертой комнаты Ярла. Тебе придется подыскать кого-нибудь с добрым сердцем и хорошим умом. Ты всегда лучше меня разбирался в людях. Они будут знать, что делать. Горубал твой брат. Так, ну получается, мы нашли с вами ключ, который надо. А тут что? Ну. Ибо они твои перчатки в великой хватке. Вот это интересно. То есть, по сути, нам, получается, нужно теперь идти во дворец Ярла, да? Я ведь правильно все понял? Или же нет? Не совсем-то ясно, конечно. Но ладно. Давайте попробуем именно так и сделать. Коль на то пошло. Но снова все это надо делать под водой, да? Если я, конечно же, все правильно понял. Ну да, точно. Хорошо. Поплыли тогда. Тут главное, конечно же, балансировать персонажу уровень кислорода, чтобы нормально было. Единственное, что я совсем не помню, так это где нужно заплывать. Здесь, наверное, да? Осторожно. Осторожно. Ого, нормалек. Сейчас, наверное, самое подходящее время, когда нужно наведаться к этому Ярлу. И узнать, чем он, собственно говоря, занимается в своей башне в этой. Ух ты, я думал, все спят сейчас. Еще кто-то тут ходит, оказывается. Интересно. Стамин что-то как-то быстро расходуется, на удивление. Но, в принципе, я думаю, это все мелочи. Ну, я серьезно. Единственное, что совсем не нравится, так это то, что надо топать очень долго до этого места. Да, вот это вот комнаты, рядом с которыми нужно использовать вот этот вот самый ключ. Ну, ну что ж, поделаешь. Такая вот геймплейная особенность. Надо это понимать, соответственно. И немножечко восстановить стамину. Давай, 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 братья, забирайся. Вот она. В общем, за вот этой вот решеткой мы нашли вот эту самую Мэйзи, которая взяла и долбанула Ярла каким-то заклинанием. И мы оказались снова в настоящем. Привет. Ты меня немного напугал. Я думал, что я тут один. Ты Ольтрус? Твоя сестра попросила меня прийти сюда и отыскать тебя. Какое облегчение. Кстати, я не расслышал твоего имени. Правда, как странно. Я только что читал старый журнал, который нашел здесь. Он сгорел. Но последняя запись была о человеке с таким же именем. Что там написано? В нем описывалось событие семилетней давности. Кто-то с твоим именем появился в городе, выйдя из дома озера. Это привело к какому-то восстанию против тирании Ярла и нарушению древнего закона. И, как следствие, к катастрофе. Там говорится, что жители города были эвакуированы. А незнакомец скрылся со вспышкой света. Вообще-то, это был я. Я не уверен, что точно понимаю тебя. Когда я впервые прибыл сюда, то нашел твое тело, висящее на дереве. Извини, что ты сказал? У меня все еще есть твоя предсмертная записка. Смотри. Дай взглянуть. Боже, это мой почерк. Всю свою жизнь я шатался по округе, пытаясь найти выход. Это ужасно, но я не понимаю, как мог это написать. Она была написана другой версией тебя. Я изменил прошлое и твою судьбу. Я не уверен, что точно понимаю тебя. Биф Ярла, я остановил его от открытия временного портала. Временного. Хочешь сказать, потому что ты не дал временному порталу открыться, я никогда через него не проходил, и поэтому ничего из этого не помню? Наконец-то ты начал понимать. Полагаю, ты спас меня. По пути освободил большинство этих людей. Думаю, мне стоит поблагодарить тебя. Хоть я и не помню ничего. Только вот не хочу показаться неблагодарным, но досадно, что город был уничтожен. Да только представь, каким бы он был, если бы его удалось спасти. Довольно разговоров. Ты готов покинуть город? Я был готов бежать отсюда, как только ступил на землю. Я думаю, мы сможем уйти отсюда через сломанную трубу в ванной. Прекрасно, веди. Так. Хорошо. Сломанная труба в ванной. Теперь самый интересный вопрос. А где же у нас находится эта самая ванна? А. А вот она. Нормально так вообще. Ольтрус, ты вернулся. Хвала богам, ты жив. Чего ты там запропастился? Извини, Касс, я никак не мог найти выход оттуда. Я уж начал волноваться, но твой друг каким-то образом помог мне. Но что страннее всего, в городе не было ни души, за исключением одного трупа в ванной, который весь заледенел. И пуст он был неспроста. Так что нам стоит уйти от него как можно дальше, как только мы передохнем, конечно. Ну ладно, только дай мне сперва отблагодарить нашего друга. Я так благодарен тебе за то, что ты вернул его живым. И я правда думала, что потеряла его. Не знаю, как мне тебя отблагодарить. Всегда пожалуйста. Итак, я обещала наградить тебя. Я всегда носила это с собой. И оно стало мне очень дорого. Я хотела бы, чтобы он был у тебя. Еще раз спасибо. Мы с братом будем уйти в вечном долгу. Прикольно. Вот получается, что вот это самое задание мы с вами выполнили, да? Можно, конечно, уже посмотреть. Да? Да? Ох. Модификация просто великолепная. Великолепная. Очень-очень круто. Проработанный характер персонажей. Действительно вызывает это все восторг. Шикарный дизайн. Шикарный сюжет. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.